Утренние звездочки! Привет, Катюша Суботина и Надя Генинуш. Их утро тоже волшебное, и они также присоединяются к нам в эфире. Вот так мы начинаем наше утро. Нарвиса Радио, доброе утро, Аурели. Доброе утро. Доброе утро, Аурели Стессин. Она пришла с хорошим настроением, и август для нее это что-то хорошее. Да, конечно. Так, и? Я очень люблю август, потому что, во-первых, у меня день рождения. В августе? Да, через неделю. И еще даже не жарко, не холодно. Погода очень много дней в августе самая лучшая. И знаешь, многие люди не хотят идти в школу, а я очень хочу. У тебя август еще предвосхищение школы. Ну да. И еще, когда можем идти скоро, уже будет осень, и можно яблочки пособирать. А, у тебя такие интересные вкусовые ощущения от времен года. Ну, а сейчас сезон персики. О-о-о. Да, и еще просто мне все месяцы нравятся, потому что я провожу вместе время с своей семьей и с друзьями. Бежусь, так что всегда отлично будет. Угу. Предвосхищаю школу и ощущаю, что вот-вот уже начнется то самое такое, знаешь, ощущение, что колесо запускается, да, рабочее? Красиво. Знаешь, говорят, бархатный август, августовские персики, они тоже, помнишь, какие на ощупь золотистые, бархатные, да, такие мягкие? Ну и когда в воздухе вот это бархат тепла, бархат ночи, августовская тоже ни с чем не сравнима. А какие утро? Я знаю, что у тебя окна на океан. Да, прямо на океан. Да, я этим летом стала больше купаться, но даже у меня, я две минуты идти до пляжа, но я туда не так часто хожу. Да, ты что? Да, многие люди приезжают, долго ездят, а я просто живу две минуты и почти никогда не хожу. Ну ты уж, пожалуйста, не тормози. Ну, когда есть время, тогда я пойду. Ладно, начнем мы с тобой сегодня с утренней музыки и всем подарим ощущения, близкое к воде, потому как мультик когда-то давно, он давно был, в порту назывался. Вот с него начнем, мне кажется, это такое самое-самое, что на есть утреннее ощущение. Всем волшебного утра августовского. Я о звездопадах, кстати, сегодня тоже поговорим. Давай. Ну, а теперь делимся. Вот эта песенка, которую ты хотелось поставить. Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим разину в рот, мы стоим разину в рот, мы стоим разину в рот. Та вода, что у причалов, та вода, что у причалов, и которая вдали. И в которую сначала, и в которую сначала с моря входят корабли. Эта территория зовётся Акватория Зовётся Акватория, ребята Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт Мы стоим в Россию в рот, мы стоим в Россию в рот Мы стоим в Россию в рот Тут у каждого причала, тут у каждого причала Для людей и кораблей Всех морских путей, начало, всех морских путей Начало и конец морских путей Здесь землёй прощаются и снова возвращаются И снова возвращаются обратно День и ночь грохочет порт Мы стоим в Россию в рот, мы стоим в Россию в рот Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был Не видал судов в Москве Высотой почти до неба, высотой почти до неба Субтитры создавал DimaTorzok Через акваторию мчится котирок На волну взбирается словно альпинист Из волны бросается головой вниз Из волны бросается головой вниз Словно в детском садике он туда-сюда Водит плавно за руку мощные суда Водит плавно за руку мощные суда Утренние звездочки! Что значит эта музыка? Орелька, это значит, что мы сегодня с тобой будем говорить об августовских звездопадах Между прочим, это музыка из мультика «Тайна третьей планеты», знаешь? Да, я помню, с вами о ней говорила Угу, точно Ну, удалось ли тебе уже загадать какое-то такое важное желание? И видела ли ты уже звездопады сейчас в августе? Я еще не видела, но я загадала желание Еще не видела звезду, но желание приготовила? Да, приготовила Приготовила? Если я увижу Ну, ты же знаешь, да, что в августе ты абсолютно точно увидишь эту звезду Потому что август это пора звездопадов Это безусловно пора звездопадов В принципе, можно увидеть, как звезды падают вообще в течение всего года Но вот в августе особенно это все Да? Что ты помнишь об этом, о звездопадах в августе? Ну, да, пик, самый пик будет на следующей неделе Примерно 11 или 12 августа будет самый пик И я знаю, что мама, когда я была маленькая, моя сестра, мы еще были маленькие Мы когда ехали в обстрад, мама увидела Мы когда ехали в обстрад, мама увидела такой звездопад Она говорит, что это было просто необыкновенно А ты знаешь, их называют и звездный дождь Вот интересно, да, если звездный дождь, то какой в августе нужно брать с собой звездный зон? Да, надо зонтик взять От звездного дождя Или сапоги О, а почему сапоги? Ну, а если дождь будет, это когда? А это уже, мне кажется, светличковые Резиновые сапоги от звездного дождя Да Звездные потоки Ой, а знаешь, что это такое вообще? Большинство звездопадов, или их называют метеорные, метеоритные потоки Порождены кометами И вот у этих метеорных потоков есть такие орбиты в космосе Поэтому звездопады можно наблюдать в каждом конкретном месяце Когда Земля проходит точку пересечения собственной орбиты С орбиты этого метеорного потока И, проносясь по этим орбитам, они рассыпаются в пыль И иногда даже в мелкие крупинки И вот когда весь этот, знаешь, можно сказать, мусор Потому что пыль и крупинки Космический мусор или звездный, да, звездный пыль Она попадает в атмосферу Земли Вот такими вот сгорает Очень-очень красиво Да, многие из них не попадают Потому что они не проходят атмосферу Но те, которые попадают, рассвечивают небо яркими струйками Да А те, которые не попадают? Они остаются и разрушаются Все-таки разрушаются Ну, в общем, хорошо, что они не падают Скажи, а вообще огненный дождь Это можно назвать? Или, мне кажется, все-таки звездный дождь Можно не различать на то, что как там он Огненный, не огненный Я знаю, что персеиды, они желтого цвета А сейчас как раз время персеидов В январе квадратиды В апреле лириды В мае аквариды А вот сейчас время персеидов И еще в ноябре будет Леонидос И я это запомнила, потому что моего дедушка тоже зовут Леонид И поэтому Леонидос я запомнила Это будет в конце ноября Ага, ты знаешь, интересно, что метеорные потоки И звездопады называются по названию созвездия Рядом с которой это все происходит Вот, например, если мы говорим о персеидах Да, действительно, в ночь с 12 на 13 августа Ожидается 160 падающих звезд в час Да Знаю, что еще... Они летят быстро-быстро Вообще, да И 200 лет назад, почти 200 лет назад Ученые зафиксировали 250 ярких вспышек в час То есть можно было увидеть 250 звезд Загадать 250 желаний в час О, как это классно А в ночь с 12 на 13, если будет хорошая погода Она точно будет Можно будет загадать 160 приблизительно желаний Главное, чтобы было темно на улице И свет не было, чтобы можно было очень-очень хорошо увидеть А поток этот, который мы будем смотреть Кстати, с полуночи интенсивность этого потока нарастает И к 4.30, если ты не уснешь Можно будет смотреть тот самый звездопад прям совсем-совсем-совсем Запомнила? В ночь с 12 на 13, пятницу на субботу, ровно через неделю Этот поток образован, оказывается, хвостом кометы Которая называется комета Свифта-Тутля И она пролетела уже, а этот мусорный звездный шлейф остался И вот в него каждый год, как в реку, входит земля, вращаясь вокруг Солнца А поток движется от созвездия Персея Поэтому называется Персеиды А созвездие Персея нужно смотреть на северной части неба Чуть ниже и левее созвездие Кассиопеи Кассиопеи напоминает букву W Помнишь? Или M русская перевернутая, или W Да Вот это называется созвездие Кассиопея Слушай, а давай фиксику в созвездии послушаем Давай В ясную ночь хорошо искать на небе созвездие Проще всего увидеть большую медведицу Правда, она похожа на ковш? И если через край ковша провести прямую, найдем яркую полярную звезду Это созвездие малой медведицы Чуть дальше Кассиопея, похожая на букву А вот сверкают три звездочки рядом Это пояс Ориона Проведем через них линию и найдем Сириус из созвездия Большого Вца Самую яркую звезду нашего неба А с другой стороны звезда Альтебаран в созвездии Тельца И это только самые заметные звезды А сколько их на самом деле во Вселенной даже вообразить невозможно Ну вот, смотри, мы даже с тобой и фиксиков тут услышали, да? Красиво В общем, персеиды, потому что от созвездия Персея И вот поэтому Но персеиды, они белые А если вдруг вы увидите, и ты увидишь с 12 на 13 августа Еще и желтые и оранжевые звезды Можно узнать, что это заплетели каприкорниды Каприкорниды А вот они отличаются от персеидов цветом Слова необычные Звезды будут летать Разные по цвету Только желание с собой загадать Желание можно загадать Да, это прямо именно так Ну что, давай загадаем желание о светлом небе О чистом О ясном Не только о добре вокруг Я песенку нашла, которая прям подтвердит эти догадки Думаю, что с утра ее тоже будет хорошо услышать Давай вместе послушаем Если бы на небе что-то напортачили И задом наперед мы жить бы начали Иначе бы мы многое на свете сделали И тело регулярно молодело бы Худели бы толстухи торты Поедая тоннами Луи-Виттон и спрадами Сделались питонными Питонные дома бы разбирали Кранами И ветераны расставались с боевыми ранами На поле браном У солдаты оживались сотнями И вниз бы они вверх Росли дома Высотные мы соткали бы из обрывков Мечтания детские И пузырьки вернулись в шампанское советское Если бы на небе Если бы на небе Если бы на небе Если бы на небе что-то напортачили И задом наперед мы жить бы начали То начисто кутруб мы забывали Все то, что нам в башку усердно забивали Мы рыбу в воду удочкой кидали бы Продали мусор, что при апреле Когда-либо впадали бы моря в ручьи и реки В коробку превращались в чебуреки Кашреки бы забыли ради Микки Мауса На Санта-Барбару бы променяли доктор Хауса Усами обросли бы и клиша На деле мы и делом занялись Они паслись в сети неделями Если бы на небе Отпала собака Живущая в нашем дворе Она отзывалась На кличку Люси и детворе И как ты готов был свой завтрак отдать А я ей котлет носил Люси Родители плачут Продолжение следует... 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 У меня вареное Ты варишь мое варенье Необыкновенное А у нас красота Сегодня во звездочке на вкусняшках Эрель Кстейсон приготовила что-то такое невероятное С тем, что перекликается с нашими персиидами Потому что это о персиках Смотри, как интересно Персики, это же, знаешь, научное название Персидское яблоко А Персия, это страна такая, из которой персик попал И сюда, в наши края тоже Персия, персик Ну и в свое время персик получил имя По имени страны, из которой попал Вот и все Кстати, похожая история с названием грецкого ореха Потому как ореховое дерево Из Греции И его называют грецкий орех Представляешь, то есть откуда растение родом Так что персики из персии Ну, рассказывай Да, сейчас везем персики И я знаю, что на прошлой неделе Когда мы ехали к маминой подруге Они поехали на ферму И собрали такие персики Это было необыкновенно Они такие вкусные И шкурка прям так снималась Такие сладкие Очень было необыкновенно и вкусно И я хочу предложить вам пару рецептов Которые я очень люблю делать этим летом Ух ты, из персиков Да, из персиков Ты про шкурку так здорово заговорила Ты знаешь, что оказывается Они, эти персики вкусные И в свежем виде И из них приготовляют варенье, джемы, компоты и цукаты Правильно Спасибо И еще даже косточка персика Она такая большая Она не бесполезна для человека Потому что из твердой скорлупки делают лекарства А из горького семечка внутри Делают масло персиковое для медицины Да, то есть это все тоже А тварами из листьев и цветков персика Лечит головную боль и болезни в животе Животика А из древесины персика делают посуду Всякие там сувениры, персиковое дерево А вот в самые древние времена Воины делали стрелы и копья Из прямых и крепких побегов персика А еще учены пытаются вывести такой персик У которого косточка была бы со вкусом миндаля Это вот то, что про персиков Можно сейчас вспомнить Скажи, а ты всегда снимаешь кожицу с персика? Ты знаешь, мне нравится вкус этой шкурки Я кушаю прямо с персиком И мне очень нравится Ну да, я почему-то, когда понимаю, что персик Я сразу на ум приходит деликатес Такое слово, потому что действительно сочное, яркое, сладкое Один из моих любимых фруктов А знаешь, что Пушкин тоже очень-очень любил персики И мог съесть 20 персиков за раз Ты сколько персиков можешь есть? Ну, максимум там 2 А он 20, я вообще не представляю Ну, это красота Я знаю, что еще люди могут съесть по 30 бананов Ну, это уж, наверное, что-то вообще из ряда вон выходящее Да Ладно, пусть всем здоровья Значит, ты говоришь, что что-то такое сотворило с персиками Какой-то у тебя есть супер-рецепт Он тоже, можно который приготовить и детям Без взрослых или все-таки со взрослыми? Со взрослыми этот первый рецепт Он очень вкусный И можно это очень легко делать Значит, мы берем персики, свежие персики Разрезаем наполовинку, достаем косточку И эту часть, которую мы разрезали Мы окунаем коричневый сахар И кладем его на гриль Когда мы едем с семьей в парк Мы когда жарим там шашлычки То на десерт мы жарим персики И так получается Это не то, как ты жаришь на сковородке Это прям другой вкус И что ты кушаешь на природе И ты... Ну от гриля вообще такой привкус Персик на гриле, аурелька, вот это да А потом ты переворачиваешь Когда ты увидишь эти полосочки от гриля Переворачиваешь на другую сторону И получается так вкусно И еще можно добавить ванильное мороженое Ничего себе персик на гриле И с ванильным мороженым Ну все, ты сегодня просто Настоящий летний просто вкус Настолько неожиданно и ярко Так, ну-ка, дальше Ну, конечно, это один легкий рецепт А еще, я знаю, что очень-очень легко Делать и красиво салат Из персика? Не то, что из персика Там зелень добавляешь Можно шпинат, орогола Но сверху ты кусочки персика добавляешь И прямо неожиданно, но очень вкусно получается И необычно, что это желтенькое И прямо оно дает такой сладенький привкус Очень получается красиво, вкусно И холодненький Значит, это хороший летний рецепт Ну, надо же, спасибо А скажи, а персик с сыром сочетается? Ведь маленькими ручками можно порезать эти персики на кубики И добавить в травку, в зелень Которую любит человек, который режет эти персики Потому что я так понимаю, что персик с зеленью, с помидорами Можно добавить, я люблю добавлять сыр фета Она такая солененькая чуть-чуть Но она добавляет тоже вкусный привкус Красота А что-нибудь печешь с персиком? Я вчера пекла персиковый струдель И мы нарезали на большие кубики персики А потом на сковородку со сливочным маслом пожарили Посыпали коричневым сахаром И слоеное тесто, мы положили туда перски И получилось очень красиво и лень Роскошно! Я хотела спросить И легко Как делать тесто для штруделя? Это же целая наука У нас был рецепт слоеного теста уже Это тяжеловато рассказать Но, конечно, это делается с родителями Но это отличный рецепт к чаю или на завтрак Я знаю, что мы и будем это сегодня кушать Ага А тот штрудель, который ты делала вчера Он был из теста из магазина? Да Но обычно мы делаем сами Тогда делись, что это за тесто Из которого можно так легко сделать штрудель И которому ты доверяешь Ведь это же так важно доверять какому-то тесту Слоеного теста в магазинах просто очень-очень много А как выбрать правильнее? Ну, ты знаешь, в принципе, слоеное тесто В принципе, везде оно одинаковое Но мы пробовали разное И как поднимается И по размеру Но мы выбираем русское тесто Из магазина слоеное И получалось у нас очень хорошо Оно поднималось хорошо И разрезалось очень красиво Там не было очень много крошек Когда ты разрезаешь И для этого Это для нас хорошее тесто Сейчас я у тебя за кулисами Спрошу Что же это за тесто И как оно называется А мы сейчас послушаем еще одного мультика Классную песенку Пока и я буду узнавать твои секреты Спасибо, Рульк Стэйсен от Вкусняшки Звездочкины Отворите поскорей, мамаша, дверь Я устала, я голодная, как зверь Па-ба-ду-ба, па-ба-ду-ба Твой голос на маме совсем не похож Ты голосом толстым фальшиво поешь У порога, видно, буду помирать Не пускайте домой родную мать Открытайте, не валяйте, дурака Я козлика, но хреньшая слегка Па-ба-ду-ба, па-ба-ду-ба, па-да-ба Твой голос на маме совсем не похож Ты голосом толстым фальшиво поешь Я и ты такие разные Ты и я такие разные Но горячей дружбой связаны мы Става-бою Слово пиратское завято Будем дружить навсегда Я уважаю пирата А я уважаю кота Я и ты одна компания Ты и я одна компания В каждом море обаяния У нас с тобой Честно признайся, усатый Хочешь лишиться хвоста? Не хочу А я уважаю пирата А я уважаю кота А я уважаю пирата А я уважаю котов Я уважаю пирата А я уважаю... Готов Человек собаки друг Человек собаки друг Это знают все вокруг Это знают все вокруг Понятно всем, как дважды два Нет добрее существа Лапу первым подает Лапу первым подает Волю нервам не дает Волю нервам не дает Еще никто не замечал Чтобы хоть раз он зарычал Он не лает, не кусается На прохожих не бросается Волю и на кошек Ноль внимания Вот это воспитание И раз Я на солнышке гляжу Я на солнышко гляжу Все лежу и лежу И на солнышко гляжу И все-таки это не по правде Ведь я сплю с закрытыми глазами И значит солнышко видеть не могу А ты открой глаза и представь Как будто ты спишь с открытыми глазами И поешь Хорошо, попробую И раз Носорок-рок-рок идет Крокодил-дил-дил плывет Только я все лежу И на солнышко гляжу А теперь ты пой одна Ведь я не могу петь сам про себя Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я все лежу И на львенка не гляжу Па-да-пу-да Па-да-пу-да Па-па-па-па Спасибо тебе за рецепт Аурель Стейсен в «Зоузовскими вкусняшках» Поделилась рецептом И мы сейчас об этом еще немножко договорим Потому как смски тут прибежали По поводу салата из персиков Аурель, пожалуйста, расскажи подробнее о салате Вот ты посмотри, как мы к завтраку поспели, да, вместе И еще сочетание персиков с грецкими орехами Спасибо вам за вопрос Вот, Аурелька, давай отвечай Это те люди, которые вместе с тобой готовят По твоим рецептам задают тебе вопросы Да, конечно, можно добавлять зелень Оругало, шпинат, это мои любимые Персики мелкими кубиками Сыр фета я люблю Можно добавлять еще грецкие орехи Хрустящие и такой необычный вкус И еще можно заправить его с глейз-балсамик Это такая коричневая поливка такая И можно сверху его полить и получится очень вкусный Конечно, мы его добавляем в другие салаты Но я думаю, что очень хорошо подойдет к этому тоже А вот в свой штрудель персиковый, о котором ты рассказывала Добавляла ли ты грецкие орехи и жарила ли ты персики для штруделя на гриле? Конечно, можно добавить грецкие орехи в штрудель Я думаю, что это будет очень вкусно И я думаю, что оно дает такой необычный привкус И хрустящие, я думаю, что это отличная такая добавка Знаешь, я помню фразу, мы то, что мы едим Если мы будем есть персики вкусные, то мы будем такие сами Пушистые, золотистые и красивые, как персики, да еще и с таким вкусом А вот если грецкие орехи, то добавить Я вспомнила, что грецкие орехи это такое огромное дерево, которое ничего не боится Ни ветра, ни грома, ни дождя, ни зноя И помнишь, те одинаковые дольки, четыре дольки внутри грецкого ореха Даже загадка есть, четыре братца в одной рубашке Ничего не боится такое дерево, это напоминает первое кино «Гарри Поттер» Или второе, я помню, что это было дерево, ничего не боялась А ты знаешь, что это дерево живет 400 или 500 лет? Дерево грецкого ореха Представляешь, вот просто мы берем с тобой маленькие дольки грецкого ореха Просто кладем в штрудель, а у него такая история И еще говорят, что, древние люди говорили, что умные и мыслящие орехи Считали, что умные орехи спасают от людей, их собирающие, переползая на слабых ножках В укромные места кроны и прячутся среди листьев А если орехи рвут недозрелыми, они пищат и плачут Потому что только зрелые орехи, они такие очень важные А очищенные от скорлупы, они напоминают человеческий мозг Поэтому говорят, что это очень-очень важно для мозга Да, похоже Да, вот помнишь? Ну вот, хорошо Ну и помнишь, там из орехов всякие лекарства делают Из зеленой кожуры, из листьев, из веток, из корней А еще я знаю одну штуку, от которой ты сейчас удивишься Хочешь скажу? Давай Оказывается, запах листьев грецкого ореха не переносит комары, мухи и моль Даже человеку нельзя лежать под ореховым деревом Потому что может заболеть голова, как под магнолией, говорят А вот от запаха листьев Из древесины грецкого ореха делают ценную мебель Ну, в общем, если ты не хочешь, чтобы тебя покусали комары, мухи Или залетела в дом моль Нужно взять листья орехового дерева и внести в дом И все это пройдет Интересно, видела ли ты грецкие орехи, деревья Вот у нас были в саду деревья грецких орехов Но они были больше похожи на кустарники Они не выросли в огромные деревья Такие могучие, чтобы 400-500 лет Вот я таких никогда не видела Я тоже никогда не видела такие Ну, я думаю, что я один раз видела где-то в Пенсильвании, когда я была Но я знаю, что, ну, когда ты говорила, что они выглядят на мозг Это очень похоже Когда ты их открываешь То как будто половинка Если ты посмотришь на фотографию мозга, очень можно сравнить Да уж, это точно Я знаю, что у тебя есть тоже сад И ты любишь персики? Я представила, что ты меня спросила про сад Как будто у меня персиковая роща, ореховая роща Нет, у тебя есть сад, или ты любишь готовить с персиками тоже? Да, очень люблю готовить с персиками И у нас был большой сад с абрикосами И сейчас у нас, наверное, больше цветов в саду Это розы можно назвать деревьями Ну и шелковичное дерево, шелковичное Да, еще есть такое небольшое Это да Но то, что с абрикосов обычно мы готовили Спасибо тебе за вопрос Это что-то невероятное Знаешь, я тоже могу секретом поделиться Потому что если абрикос в абрикосовое варенье Когда ты его варишь Добавить вот эти вот из косточек Вынуть орешки И добавить беленькие, очищив их от кожуры Просто залить кипятком Когда остынет, можно легко снимать беленькие вот эти косточки Очень-очень вкусно Если абрикосовое варенье сварено вот с этими косточками А какое твое самое любимое варенье? А еще туда можно покрошить, я часто говорю Корочку мандарина мелко нарезанную И тогда абертон такой получается Самое любимое, наверное, осталось малиновое и яблочное Мы с дочкой варим яблочное варенье обычно Когда яблоки с фермы Но в этот раз будем еще и твой штрудель печь обязательно Персиковый Но для этого штруделя мы немножко нагрели Наверное, поджарим капельку так Это будет хорошо Да, мне тоже кажется, что это будет так правильно По сочетанию вкусов Ну, спасибо Все, ждем завтрака уже теперь Давай сейчас мы еще сказку не дослушали Но сегодня сказка хорошая 2, 1, 2 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Выехала на берег реки. Кот со всех лап бросился к ней и закричал, что было мочи «Сюда, сюда! Помогите, помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручить маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. На самом деле хитрец собственными лапками припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он очень и очень мил. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в их совместной прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сены. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы, так и знайте!» Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна, «Чей это луг вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» — в один голос ответили косцы. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение!» — сказал король. «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено!» — скромно ответил маркиз. А между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел в поле у дороги жнецов, работающих в поле. «Эй, добрые люди!» — крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы!» Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, «Чьи поля не так жнут?» «Поля маркиза де Карабаса!» — ответили жнецы. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал и бежал впереди кареты, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. «Этот дом маркиза де Карабаса!» «Это мельница маркиза де Карабаса!» «Этот сад маркиза де Карабаса!» Король не мог надевиться огромному богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав ему своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на которую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, будто вы... вы можете превратиться во льва или слона». «Могу! — рявкнул великан. И чтобы доказать это, сейчас же сделаю с львом. Смотри!» Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хоть это было трудно, очень трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер от страху. «А еще меня уверяли, — сказал он осторожно, — но уж этому я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или мышкой». «Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным». «Ха-ха! Ах вот как! Невозможным? — переспросил великан. А ну-ка погляди!» И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот одним прыжком настиг ее и тут же проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю, «Добро пожаловать в замок Маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как, господин Маркиз?» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего прекраснее, чем этот двор и постройки вокруг! Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете!» Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. Людоед, надо признаться, любил поесть и ел за один присест точно двадцать четыре проглодавшихся обжоры. Король был очарован достоинством господина де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от Маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений Маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал, «Если хотите стать моим зятем, господин Маркиз, это зависит только от вас. Принцесса, как я вижу, да мое королевское величество согласны». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. Ну что, Ролька, красота, а сказка о коте в сапогах закончилась каким-то счастьем. Теперь принцесса будет готовить персиковые штрудели своему прекрасному принцу. А батюшка король на них не нарадуется. Интересно, есть ли кот в сапогах грецкие орехи? Знаешь, хочу здесь сказать, что много смс к нам сегодня прилетало. Одна из них порадовала еще и тем. Нам спасибо большое, Светлана, что еще и попросила тебя, Орелик, поподробнее рассказать о тесте для штруделя. Предлагаю тебе ровно через неделю раскрыть секрет теста штруделя, а сегодня связаться с Светланой, чтобы рассказать, какое тесто ты имела в виду в этот раз. Да, мы в эфире уж о нем не будем говорить. Светлана, Орелик, свяжется с вами. Спасибо большое. Говорили сегодня о персидах и о персиках. Да, персида и персики. Игрецкие орехи и привет большой. Конечно же, должны передать мы нашим девчонкам, которые, к сожалению, не попробуют сегодня твоего штруделя, Анастасия Островская. Соня Суботиной. Соня Суботиной. И, конечно же, маму моих тоже. И Дилану. И Дилану Халевске, Никите Демидову, и Варечке Рудаковой. И Патю. И Евгению Шикайт Суботиной. Спасибо тебе, что всех вспомнила. Ну, вот на такой прекрасной волшебной ноте мы наш эфир звездочек завершим. Только должны сказать ребяткам, что, уважаемые ребята, если вы хотите присоединиться к нам в Сауреле, с Диланом, с Настей, с Соней, и попробовать себя около радиомикрофона, можно позвонить по номеру телефона. Пусть мама позвонит. 718-339-0003. И мы приглашаем вас в нашу радиошколу утренних звездочек. Но об этом чуть подробнее, чуть попозже. Спасибо, Ролька, тебе большое. И тебе тоже. Но у меня сегодня самый волшебный момент случился, когда ты сказала, что на природе можно на гриль кинуть половинку персика, присыпать коричневым сахаром, и тут же, как только схватится, подать на тарелочке с ванильным мороженым. Это просто действительно в этом сезоне у меня самое-самое личное чудо. Спасибо. До встречи через неделю. Пока. Пока. Тебе прям твоих чудес. И не забудьте, пожалуйста, ровно через неделю мы напомним ребятам, в ночь с 12 на 13, в ночь с пятницы на субботу самый большой метеоритный поток, самые большие звезды будут падать именно в то время. Не забудьте загадать желание. С пятницы на субботу. А в субботу нам напишите, что получилось. Спасибо вам. Счастливо. Счастливо. Счастливо.